Я уже просто сам сделал свой выбор, к чему лежит душа, так сказать, что нравится. С детства Артем Цыганков хотел работать в научной сфере, читал самую разную литературу, от художественной до технической. И хотя в семье есть астрофизики, сам ученый признается, что на выбор профессии это никак не повлияло. Сейчас Артем Цыганков младший научный сотрудник лаборатории Казанского федерального университета. Работает он в области теоретической физики. Я делал выбор между физикой и биологией, в частности медицинским направлением, потому что оно тоже является естественным. В настоящий момент ученый занимается исследованиями в рамках проекта «Приоритет-2030». Работает он не в лаборатории, а за компьютерами. Его главное оружие – расчеты. Для работы необходимо всего два аппарата. Компьютер поменьше, в частности достаточно и ноутбука. Второе – нужен суперкомпьютер. Это просто большой компьютер, заточенный под вычислению, и он может занимать буквально целое здание. В Казанском федеральном университете для этих целей существует специальный вычислительный кластер. Это единая вычислительная система, которая помогает решать актуальные естественно-научные задачи и разрабатывать новейшие приложения. В рамках одного проекта Артем изучает пористые материалы. В частности, пористо не тянул. По словам ученого, его можно внедрить в кость пациента. При этом организм не будет отторгать чужеродный элемент. Это может помочь в буквальном смысле починить переломы или создать протезы. У него есть эффект памяти формы. То есть он может восстанавливать свою форму, если его согнуть, а потом нагреть. В рамках другого проекта ученый занимается исследованием элементов из-под группы азота. В ходе их изучения удалось выявить, что один из них, висмут, может помочь в производстве компьютерных процессоров. Индустрия стремится к уменьшению их габаритов. Характеристики висмута могут помочь совершить прорыв в этой области. Топологическим изолятором называется такой тип материала, который проводит электрический ток исключительно на поверхности, но не в объеме. Причем толщина этого материала может составлять порядка нескольких сотен атомных слоев. Чтобы сохранять работоспособность, время от времени Артем переключается на другие виды деятельности. Прогулки, посещение театра, изучение нового. Расширять свой кругозор необходимо постоянно. В противном случае профессиональная деятельность перестанет приносить свои плоды. В будущем Артем мечтает наладить связь между учеными и производителями. Это рабочая схема. Ею пользуются ведущие технологические компании. Организовать процесс так называемый research and development – это высший пилотаж для ученого, когда теоретические исследования применяются на практике. Такое сотрудничество может значительно ускорить технологический прогресс. Ведь иногда случается так, что исследование так и остается расчетами на листе бумаги. Связь напрямую с производителями означает, что проект точно найдет практическое применение и принесет пользу обществу. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюс.